Давайте проведем эксперимент. Добавим на уровень цилиндр. Масштабируем его таким образом, чтобы в итоге у нас получилась вот такая вот форма. Поменяем материал на WorldGridMaterial. Переключим параметр Mobility в Moveable. Выделим наш цилиндр и откроем LevelBlueprint. Сделаем нехитрый скрипт, который будет вращать нашу импровизированную платформу. Проверяем. Скрипт работает и платформа вращается. И теперь давайте заедем на эту платформу и посмотрим, что произойдет. И мы видим, что автомобиль остается неподвижным на платформе, хотя он должен вращаться вместе с ней. Устранением данного недочета мы сегодня и займемся. Откроем компонент FillMMT и перейдем в функцию GetLinearVelocityLocal. Я тут вспомнил, что для сабстеппинга мы все же можем использовать стандартный метод получения скорости. Об этом написал автор данной статьи. А раз так, то давайте удалим эти костыли и заново соберем расчет скорости с использованием встроенной функции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Проверим все ли работает. Да, все в порядке. И наша машина все еще игнорирует тот факт, что платформа под ней вращается. А все потому, что мы делаем расчет силы колес, отталкивая только от скорости нашего автомобиля. Что верно только в том случае, если скорость опорной поверхности равна нулю. Очевидно, что если опорная поверхность не статичная, то мы должны взять разницу скоростей автомобиля и опорной поверхности к точке контакта колеса. Продолжение следует... Не почувствует... Продолжение следует... Правка в расчетах и наш автомобиль теперь может кружиться на карусели. Продолжение следует... Данное видео создано благодаря спонсорам на сервисе Patreon. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...